знакомьтесь дядя валера сегодня дядя валера вам покажет мастер-класс как склеить сам дядя валер поприветствуй зрителей зритель привет здравствуйте дорогие друзья но с дядей валерой вы уже познакомились сегодня именно он будет клеить для вас этот сам так как я на протяжении всего ролика буду находиться за кадром с камерой в руках в общем вот так вот выглядит уже готовый сам и то как мы его клеили вы увидите дальше в этом видео ролик вышел достаточно длинный и я по минимуму вырезал все моменты и нюансы поэтому я думаю вы много для себя увидите интересного в нем так что усаживайтесь поудобнее заваривайте чаек и поехали друзья приятного просмотра а а Друзья мои, в начале видео хочется сказать, что если тема фильтрации для вас актуальна, то под этим видео вы найдете список ссылок на мои ролики, в которых я раскрываю многие аспекты фильтрации и рассказываю, для чего она вообще нужна. Там вы найдете ссылочки на видео, не только связанные с АМПом, но и с самодельным маленьким навесным фильтром, который после просмотра вы сможете сконструировать сами для своего аквариума. В своих роликах я стараюсь максимально раскрывать ту или иную тему, рассказывать всю подноготную. Так что надеюсь, просмотрев этот список, вы найдете для себя много полезной информации. Также, если из этого видео вам что-то останется непонятным, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Ну и после просмотра не забывайте, конечно же, высказывать свое мнение, хотя бы пальцем вверх или вниз. И, конечно же, пишите все свои замечания в комментариях. Итак, у нас с дядей Валерой стоит задача сделать максимально бюджетный и в то же время вместительный санк, который должен будет обслуживать аквариум на 500 литров. Было принято решение сделать 4 отсека, 2 из которых для механической очистки воды, один самый вместительный для биологической очистки, ну и отсек для возврата воды в аквариум. То, как проектировать санк и какие нюансы стоит учитывать при его планировании, вы можете посмотреть по ссылке, которая сейчас появится вверху экрана. А я продолжу. В данный момент дядя Валера занят тем, что вырезают детали короба для нашего сампа, то есть 4 стенки и дно. А потом нам надо будет еще вырезать 8 перегородок, ребра жесткостей и подпорки под перегородки. Все размеры этого сампа я выложу в конце видео для того, чтобы при желании вы могли сконструировать у себя такой же самп без каких-либо просчетов и заморочек. Для того, чтобы порезать ровно стекло, вам понадобится длинная и ровная рейка, рулетка, угловая линейка, стеклорез и керосин. Ну или на крайний случай чистый бензин. Вот так ломаю стекло. Наверное, вы уже заметили, что дядя Валера все время обмакивает стеклорез в керосин. Это нужно для того, чтобы стеклорез нанес глубокий порез и, соответственно, стекло разломается максимально ровно. Без керосина любой, даже самый модный и дорогой стеклорез не нанесет глубокий порез. Да и долговечность его работы очень быстро сведется к нулю. Так, варим и жиробой. Хочу обратить ваше внимание и на то, что во время порезки от стекла отлетает множество сколов. Так что убедительно не советую проводить эту процедуру в жилом помещении и особенно, если у вас дома находятся маленькие дети. Собственно, по этой причине и была выбрана локация для съемок у дяди Валеры в мастерской. Так что все дружно скажем ему спасибо за представленную возможность снять это видео, ну и за помощь в съемках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как все детали нашего будущего сампа вырезаны, нам предстоит отполировать все торцы для того, чтобы они не резали руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень легко сделать с помощью обычного точильного камня и воды, ну или мелкого наждака, натянутого на деревянный брусок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смачиваем наш камень или наждак водой и легкими движениями без надавливания полируем все торцы до той поры, пока не снимем все фаски. Процедура эта достаточно шумная и пыльная, так что многое я вырезал, особо-то тут смотреть не на что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, друзья, в итоге у нас получилась вот такая вот симпатичная. стопка из стекла. Это, собственно, и есть 8 наших перегородок, которые будут находиться внутри самка. Остается только все эти стекла протереть, подготовить уже непосредственно к склейке, обезжирить. Но об этом чуть дальше в видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас, друзья, мы для девалеры вырежем ребра жесткости для сампа и подпорочки высотой 2 см. на которых будут размещаться наши перегородки. Собственно, как мы их вклеивали, вы увидите чуть дальше в видео. Скажу вам сразу, что их можно было бы и не делать. Но дело в том, что в связи с бюджетностью стекло для сампа выбрано было 4 мм толщиной. И на всякий случай мы решили вклеить вот возле дна вот такие вот подпорки, которые придадут прочности самому дну. И, соответственно, нам будет проще монтировать все перегородки уже внутри сампа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и пришло время склеить все то, что мы вырезали вместе с вами в одно целое. Склеивание, будь то аквариума или в нашем случае сампа, стоит начать с очистки стекел и обезжиривания тех частей, на которые будет нанесен силикон. Обезжиривание лучше всего производить ацетоном, так как он лучше всего удаляет жир, испаряется и не оставляет после себя никаких следов. Такие его заменители, как антисиликон и так далее, я бы не советовал использовать. На крайний случай воспользуйтесь чистым медицинским спиртом, хорошо им протерев все части стекла, которые будут соединяться на силиконе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, с первого раза у вас так не получится легко и просто нанести силикон на стекло, как это делает дядя Валера. Но не отчаивайтесь, друзья мои. Склейте для начала парочку маленьких аквариумов и тем самым вы набьете руку, а потом приступайте к сампу или аквариумам гораздо большего объема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, как рассчитать размеры аквариума, вы можете посмотреть по ссылке, которая сейчас появится в верхней правой части экрана. Не забудьте скачать себе эту программу и поставить лайк под видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нанося силикон, не жалейте наложить слой потолще. Если силикона будет мало, у вас получится плохой, неровный и завоздушенный шов. Ну а если силикона будет много, излишки всегда можно будет срезать с помощью ножа после его высыхания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собрать все части аквариума, а в нашем случае короба для сампа, не составит особого труда. Прислоняем боковое стекло ко дну, а затем к нему лицевое стекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не придавливаем, ставим второе боковое стекло и только потом пододвигаем лицевое стекло вплотную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не придавливайте стекла силой. Сдвигать стекла нужно без особого усилия, это важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В противном случае вы выдавите из шва весь силикон. Запомните, в бескаркасном аквариуме именно силикон удерживает воду, а не толщина стекла. Стекла должны слегка играть на силиконе. Толщина же самого шва для аквариума со стеклом 4 мм должна быть примерно плюс-минус полмиллиметра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забывайте скрепить скотчем или изолентой углы вашего аквариума, чтобы стекла не съехали в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а последнюю часть приклеить и вовсе легко. Просто делайте, как показывает сейчас дядя Валера, и да будет вам счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы вырезали стекла ровно и установили все это на ровной поверхности, то стекла должны сойтись без проблем. Именно в порезке стекла и состоит основная трудность его сборкой. Так что примите этого внимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После того, как короб нашего сам посклеен, мы с дядей Валерой приступили к монтажу подпорок, которые по совместительству будут служить еще и дополнительными ребрами жесткости для дна нашего сампа. Их вклеить совсем не обязательно. И, честно сказать, идея с их монтажом мне пришла как раз во время порезки стекла. Так что это смело можно назвать своего рода пилотным проектом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, наконец, монтаж переменных перегородок и задувания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут, скорее всего, ни для кого мы Америку не откроем. Все просто. Смотрим, в общем. Я думаю, тут и без комментариев все будет понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, не стесняйтесь задавать под этим видео любые вопросы относительно склеивания сампо или аквариума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого видео будет еще выпуск с наполнителями для сампо и фильтров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, да, чуть не забыл. Забыл сказать о том, что для склеивания сампа, а точнее отклеивания переливных перегородок, нужно при расчетах оставлять 1,5-2 миллиметра зазоры для того, чтобы проще было задувать силикон. Фиксировать перегородки можно с помощью заточенных спичек, ну или любым другим способом. Все зависит от вашей сноровки и фантазии. Главное, выставлять стекла таким образом, чтобы зазоры были равномерными со всех сторон. Таким образом, у вас с задуванием силикона проблем не возникнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА